В гостях у .нет самый популярный иллюзионист Украины Роман Бондарчук ответит сегодня на все ваши вопросы. Здравствуйте. Он хочет начать конференцию с небольшого сюрприза. Совершенно верно. Каждый фокусник должен удивлять. Я не исключение. Ждем Ваших интересных вопросов. Суперлегко, не поймаешь. Две недели отпуск. На правых рекламе. Итак, первый вопрос от Олега. Здравствуйте, Роман. Как Вы стали самым популярным иллюзионистом Украины? Ага, именно такой по скромности сразу вопрос, да? Как я стал? Шел, шел и пришел. Я фокусами занимаюсь 10 лет. И, не знаю, мы в какой-то момент с друзьями сели и посчитали просто так вот наскоро с коллегами, с конкурентами, у кого больше мероприятий. И как-то вот пришли так вот нескромно, что в принципе у всех одинаково. Но почему-то вот киевским ведущим всем нравится так говорить. Потому что мы очень часто пересекаемся. И вместо того, чтобы зачитывать там огромные регалии, которые как-то немножко пафосно звучат, ну, более какая-то скромная версия. Потому что, ну, часто меня обидят. Это на самом деле я не буду говорить, что такого ведущего пошло. Но так получилось. Один раз назвали, и теперь это приклеилось как героик. В принципе, я не сторонник каких-то громких таких названий. Вот, решил взять, скажем так, небольшую аннотацию о самом себе. Еще второй вопрос тоже от Олега. Как развивается жанр фокуса в Украине? В данный момент, мне кажется, он переживает такое некое второе рождение. Достаточно бурно вообще жанр иллюзии развивался в 90-е, когда только появились первые казино. И было хорошим тоном, чтобы в каждом казино была иллюзионная программа. Это был такой некий фетиш у людей, которые тогда имели деньги. И они между собой конкурировали. У кого круче иллюзионная программа. Я знаю, было три казино, три ночных клуба, которые между собой за это сражались. Сейчас подросло новое молодое поколение, которое показывает немножко по-другому фокусы, в другом стиле, другой направленности. И сейчас, ввиду большой конкуренции, постоянно рождаются какие-то новые номера. Я думаю, мы даже близки, возможно, к проведению какого-то конкурса в Украине. И, может быть, появится клуб. Так что сейчас очень драйвово все движется. А помните ли ваш первый фокус, вообще, с чего все началось? Первый фокус был, если не ошибаюсь, с картами. Вообще, все начало с того, что я купил компьютер по телевизору, он взлетел. Я просто не мог спать несколько дней, как это происходит. Меня это настолько вдохновило. И я начал собирать об этом информацию. И когда я уже втянулся, уже как бы оно пошло как по накатанной. Первый фокус однозначно был с картами. То есть, карты – это самый такой объемный реквизит, в котором можно показать миллион фокусов. Кстати, есть миллион запатентованных фокусов с картами, да. И вот, как бы началось все с этого. А какие еще есть популярные фокусники в Украине? И помогали ли они вам создать ваше шоу? Да. Я, в принципе, считаю любого фокусника популярным, который постоянно задействован. То есть, если ты показываешь актуальные, интересные фокусы, то люди хотят тебя видеть, если ты развиваешься. Поэтому таких много. Моим учителем был Виталий Горбачевский. Я, когда учился в Астроно-Цирковой Академии, у меня было вообще три педагога. Жаворонков Михаил Борисович, Виталий Горбачевский и Титаренко Алексей Александрович. Каждый из них по-своему очень крутой профессионал. И каждый по-своему меня пытался чему-то научить. Я их считаю достаточно известными украинскими фокусниками. Потому что каждый из них вовряд кого-то громкого международного фокусника. Виталик в том числе и в Монте-Карло победитель и номинант, по-моему, лучший иллюзионист года в Америке. Поэтому старался учиться у всех и у лучших. Как вы решили стать фокусником и в чем отличие фокусника от иллюзиониста? Вопрос от Артема. В принципе, глобальной разницы нет. Мне кажется, все-таки фокусы – это когда какой-то реквизит сам по себе работает и получается фокус. То есть фокус перед тобой. А иллюзия – это то, что можно создать уже в голове у человека. Как-то не может так быть, но он в это верит и он к этому открыт. В этом вот разница. Мне кажется, иллюзионист все-таки, можно еще сказать, он большого масштаба. То есть это декорация, это большие коробки, это иллюзион. Ну, на английском у нас звучит magician, illusion – это глобально. У нас фокусник – иллюзионист. То есть каждый, как хочет себя, так и называет. Ну, все-таки чаще иллюзионист, потому что все-таки есть такой посыл в свой фокусник, типа совковый, что-то вот фокусы. То есть такое пренебрежение. Ну, это мое мнение особо. Поэтому я стараюсь себя называть иллюзионистом. Вопрос от Дмитрия. Обучают ли фокусы, но проводите ли вы мастер-классы? Да. Правда, к сожалению, когда я начинал этим заниматься, не было вообще никакой информации. Но сейчас фокусом можно научиться. Базовым каким-то понятным. Нравится тебе это, не нравится, хочешь ты этим заниматься. И в частности, я вот один из немногих, кто проводит мастер-классы по фокусам. Это требует, конечно, колоссального терпения. Потому что, ну, когда человек приходит, ничего не умеет. И за два часа я хочу из него что-то уже сделать. Хотя бы базу какую-то показать. Это требует достаточно много энергии. Поэтому, если будет желание, приходите. Вопрос от Лены. Какой ваш любимый фокус? Возможно, вы что-то захотите продемонстрировать сейчас. Ох, Лена, Лена, говорю, не пиши. Слава такая. Наберем ее потом. Мои любимые фокусы, как ни странно, это с минимальным количеством реквизита. Когда вот самый простой, самый банальный предмет в руках поражает людей настолько, что они даже не контролируют свои эмоции, и что они говорят. То есть вот настолько. Потому что все равно, если ты на сцене, даже на бетонном полу, люди всегда говорят, а, у него люк. Например, сзади у тебя нет стены. А, у него зеркала. Ну, всегда вот какое-то ищут простое объяснение, объяснить как-то очень так, примитивно. Фокус это, мягко говоря, непросто. Вот, давайте с вами что-то попробуем. Вот, часть трюков, которые наши гости увидят 15-го числа, но об этом чуть позже, это и ментальная магия. Это умение подстроиться, сосчитать человека. Это микс психологии, фокуса. Вы не переживайте, я вам бады сейчас не буду продавать. Я уже вижу, уже так, что куда бежать. Не надо напрягаться. Не надо напрягаться. Давайте вот такой простой эксперимент с вами сделаем, или непростой, как получится. Я попрошу вас об одной простой услуге. Задумайте число от 1 до 60. Задумали? Два условия. Это должно быть существующее число и без дробей. Целое есть? Хорошо. Главное не забыть. Я вам покажу ряд карточек. В детстве я хотел быть окулистом. Шутка. Я хотел быть фокусником. Просто вы смотрите, есть оно или нет. Я попробую, вот уже мы пообщались, синхронизировался с вами. Попробую прочитать вас, если это получится. Оно здесь есть или нет? Да. Прекрасно. Внимательнее. Здесь. Ваши любимые слова нет? Нет. И нету. Нету. Я напомню. Главное особое существующее число. Есть. Здесь? Есть. Посмотрите мой плазон. 13? Да. Чтобы вы не думали, что это подстава, это правда недоговоренность, ну это было бы глупо договариваться, в том числе. Можем попробовать еще раз с вами, да? Когда человек включается, вы можете поменять число, но действия все равно будут прогнозированы. Это так называемая ментальная магия. Выбрали? Запомнили? До 60, да? Да. Куда вы сегодня с ним прийдете? У нас там что-то написано, да? Есть. Хорошо. Поехали. Нету. Нету. Есть. 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 Вы решили радикально изменить свой позицию насчет цифр, но цифры одинаковые, 55. Да. Дальше мы займемся разгадыванием пин-кода, наверное, это уже будет после эфира. Или телефона, да? Или телефона. Ну, лучше как бы пароль, да, телефона. Так. Следующий вопрос от Сергея. Добрый день. Есть ли у вас иллюзионистов конкурс и фестивалей? Расскажите. Конечно, есть. Начиная от каких-то региональных, клубных. Вообще система фокусов, фокусников в мире, она построена следующим образом. Есть клубы, какие-то небольшие локальные клубы, в которые входят фокусники, у них между собой какие-то небольшие такие вот конкурсы. Есть региональные, то есть такая вот пирамидальная система. Есть там, например, ну, когда мы дружили с Россией очень плотно, ну, дружим с клубом фокусников, у них есть все российские. Клуб фокусников, который раз в год проводит фестиваль. Вот. Большие клубы могут направлять хороших иллюзионистов, по их мнению, на международную олимпиаду, которая проходит раз в три года и постоянно меняется город. В Италии был, в Лондоне, вот, как бы последние 10 лет. В Пекине, если не ошибаюсь. Вот раз в три года туда приезжают лучшие иллюзионисты с огромными призовыми. Это конкурсная часть, и плюс там еще есть лекции. Лекции, где другие иллюзионисты за денежку делятся своими наработками. Потому что одному, в принципе, очень сложно быть гениальным. То есть лучше с кем-то поделиться, обсудить, и из этого рождаются какие-то новые классные фокусы. Вот. Есть конкурсы, есть фестивали с какими-то призовыми местами. Ну, и, как я сказал, олимпиады. А сами вот вы посещали такие фестивы? До олимпиады, честно, я пока не добрался. Вот я был на нескольких конкурсах, начиная от Москвы, Венгрии, ну, все соседние страны, в принципе, я объехал. Интересное мероприятие, вам скажу такое. Так. А фокусник – это профессия или призвание? Ну, уже честно я сказали, как вы решили остателить. Извиняюсь, я не скажу, поэтому на первую очередь. Я думаю, что фокусник, наверное, это все должно быть призвание. Потому что жанр очень тяжелый, ну, фокусник, иллюзионист, желание удивлять людей. Это очень, скажем так, сложная профессия, где все время нужно развиваться. То есть, если ты останавливаешься, то мгновенно догоняют идущие за твоей спиной. Нельзя, не знаю, выучить новые какие-то фокусы или создать программу и на ней как бы жить все время. И нужно все время развиваться, потому что зритель просит нового, современного, с новыми костюмами, с новыми какими-то визитами, айти какие-то фокусы в том числе. Сейчас очень популярный жанр – это фокусы с мобильными телефонами, с планшетами. Да, даже такие вот вещи. Поэтому, в принципе, нет вещей, с которыми нельзя сделать фокус. Вопрос как бы фантазии и бюджета под это дело. Потому что попробовать это очень долго придумать. Вот, поэтому я думаю, что это, наверное, все-таки призвание, когда оно тебя затягивает, у тебя каждый день есть силы куда-то двигаться вперед. То есть, это призвание. То есть, у многих фокусы – это их хобби. У них есть параллельно другая профессия. Человек может быть очень небесточным, но у него такое вот хобби. Нравятся мне фокусы.